Очень хочется поделиться с теми, кто задумывается об иммиграции. После моих роликов у меня было очень много критических и негативных сообщений, когда люди писали, ведь по большому счету ты даешь людям какую-то надежду, а на самом деле у них ничего не получится. Мне писали такие длинные простыни, где причисляют возможности переселения, легальные возможности и пытаются меня убедить, что попасть в современную Германию просто невозможно, что это закрытая страна, и если сюда кто-то и попадает, то почему-то именно только беженцы и почему-то именно только арабы. Хотя на своем личном опыте я встречал людей со всего мира и их принимали из разных стран по разным причинам. Я недавно получил письмо, вернее сначала было сообщение на канале, когда люди написали, что якобы мои ролики убедили людей сделать конкретные шаги, и они мне благодарны за то, что я помог им принять решение. И вот что человек написал мне на личную почту. Я попросил у него разрешение, и теперь с его разрешения я зачитаю всем участникам группы, кто интересуется этой темой. Послушайте внимательно, это абсолютно реальная семья, они написали мне, что у них есть много фотографий, и если они сочтут это нужным, то может быть будут еще ролики о том, как они дальше устраиваются здесь в Германии. Но сначала я должен зачитать вам письмо о том, как они сюда попали и что с ними произошло до того. Имен я называть не буду для защиты их частной неприкосновенности, я им посоветовал в случае чего завести свой собственный блог, и может быть они еще сами о себе расскажут. Итак, это семья из четырех человек, муж-жена и двое детей, детям 15 лет и 5 лет. Вот что они пишут. Мы проживали в городе Кемерово. Уровень жизни средний и выше. Имели недвижимость, автомобили регулярно выезжали за границу. С весны 2017 года мы примкнули к протестному движению и стали его активными участниками. Проводили акции совместно со штабом Навального с движением «Артподготовка», ныне запрещенной в ВРФ. Мы члены движения «Открытая Россия». Здесь я хочу сказать, то есть, видите, они участвовали во всех возможных акциях. Так как «Открытая Россия», Алексей Навальный, «Артподготовка» – это различные политические силы, очень часто даже себе противоречащие, но неважно. Эти люди участвовали во всех возможных протестных движениях. Выходили с одиночными пикетами, выкладывали фотоотчеты и посты, записывали видеосюжеты, выступали с лекциями, администрировали протестную группу «Реформист» ВКонтакте. То есть, наша активность была нешуточной. Разумеется, власти обратили на нас пристальное внимание, мы ощутили прессинг на работе. За автомобилями была установлена слежка, телефоны прослушивались, появились анонимные пасквили в интернете, очерняющие нас. На сына было совершено несколько нападений во время раздачи листовок. Росгвардия, бездействуя, поощряла избиения. Полиция и суды игнорировали наши обращения. Во время одиночных пикетов провокаторы и наемники неоднократно приставали и нападали на нас, вырывали плакаты. В начале ноября мы узнали от соратников, что нами интересуется Центр противодействия экстремизму ФСБ РФ. На нас готовят дело. Взвесив перспективы реформ страны и возможности расправы над нами, мы подали прошение на визу через представительство Германии в городе Новосибирске. Буквально через несколько дней при попытке выехать за пределы области, нас остановил наряд ДПС. И под угрозами применения оружия заковали нашего соратника в наручники, а нас заставили вернуться обратно в Кемерово. Незадолго до вылета мы узнали, что наш губернатор Аман Тулиев, более 20 лет у власти, в бюджетном послании, транслируемом по СМИ, назвал протестующих отморозками, проплаченными Западом. Тем самым призвал к расправе над оппозиции и выписал индульгенцию исполнителям. По этому поводу жена подала заявление о преступлении в Следственный комитет с требованием привлечь губернатора к уголовной ответственности за разжигание ненависти и клевету. Статья 282 УК РФ. Заявление принимать отказались. 4 декабря мы вылетели. Мы оставили трехэтажный коттедж, квартиру, большой недостроенный дом, машины, профессиональную фотоаппаратуру и нашего любимца английского бульдога, буквально члена семьи. Это было натуральное бегство по всем законам конспирации. Прилетели в Мюнхен, добрались до Регенсбурга, нашли лагерь приема беженцев, попросили убежище. Разница во времени между Регенсбургом и Кемерово 6 часов. И вот мы находимся теперь в лагере уже 10 дней. Нас кормят, нам выделили отдельную комнату для семьи. У нас свободный выход в город. За все это мы благодарны Германии. Но появилось некоторое недоумение. Мы в статусе трансфера. Нас будут переводить в другой лагерь, адаптированный для русских. У нас даже не было дорожного интервью. У нас нет документов, позволяющих приобрести сим-карту для связи. Конечно, у нас нет желания вновь оказаться в обществе русских. Мы хотим адаптироваться для работы и жизни. Мы учим сейчас язык. Мы в восхищении от Регенсбурга. И смысл этого письма – это обращение за советом к более опытному человеку. Что мы можем еще предпринять для того, чтобы получить политическое убежище и остаться жить в Германии? Особенностью данного лагеря является то, что они специализированные под беженцев из Молдовы и Эфиопии. Но с русскими переводчиками тут слабовато. Очень много цыган. Скорее всего, они никогда не адаптируются и так и будут кочевать. Наш случай разительно контрастирует на этом фоне. И нам кажется, местная администрация просто не знает, что с нами делать. Уважаемый Штарк, с нетерпением ждем ваших рекомендаций, поскольку тут нам никто ничего не подскажет. Еще раз низкий поклон за вашу активность, вдохновение в вашем прекрасном деле, Александр. Я написал Александру подробное письмо и сказал, чтобы, самое главное, они сейчас не впадали в панику и ждали. Я написал им, что им повезло, потому что их оставили, это самое главное. От них не отмахнулись, их не направили куда-нибудь в другую страну, а все-таки оставили на территории Германии и дальше будут искать для них стационарный лагерь. То есть лагерь, где они могут находиться год или даже больше, в зависимости от того, как они будут устраиваться. Вторым письмом он написал мне, что их перемещают в один из городков на севере Баварии. Он удивлен оперативностью и, в общем-то, энтузиазм, я так понимаю, у них еще остается. Конечно, жизнь в лагере – это не самое лучшее, тем более, что люди с высшим образованием жили очень хорошо в Кемерово. Но нужно понять, что в другой стране, тем более с нулевым знанием языка, очень трудно ожидать, что все сразу начнет падать с неба. Конечно, необходимо время. И то, что я говорил, иммиграция, вернее, настоящие плоды иммиграции, может быть, будут пожинать их дети. Вот их сын и дочь, которым сейчас 15 и 5 лет. Она пойдет в детский сад, он пойдет в школу. И когда пройдет 5 и 10 лет, я абсолютно не знаю, как устроятся эти люди, но, глядя на будущее своих детей, они еще не раз скажут, что приняли правильное решение. Самое главное сейчас, конечно, не вступать ни в какие противоречия с законом. Выполнять то, что им будут говорить, ими будут заниматься, их не оставят и не бросят. Лагерь беженцев не самое страшное место, и очень многие проходили этот лагерь, а затем искали свое собственное жилье и забывали об этом периоде. Самое главное, что им сейчас необходимо, это учить язык. Все свое время нужно тратить на изучение языка и, возможно, наслаждаться природой, городом, в котором они сейчас находятся или куда они еще поедут, привыкать к общей атмосфере, принимать участие в праздниках и, возможно, искать как можно больше контактов среди местных. Я уверен, если эти умные и смелые люди нашли дорогу, смогли сделать себе визу, смогли сами найти лагерь беженцев, смогли собрать не только себя, но и своих детей и приехать решиться в эту страну, то они, конечно же, себя здесь найдут. Автор этого письма – профессиональный фотограф, и я не сомневаюсь, что работа у него здесь будет, конечно, по мере владения языком. Жена, как он сказал, медицинский работник. Точно так же перспективы очень много. Я был очень рад этому письму, потому что это реальное письмо, доказывающее прежде всего мне самому, что все не зря. Будет это одна семья, пять семей, двенадцать, тридцать семей, сколько бы не было, но те люди, которые уедут из России еще до того, когда там начнутся глобальные перемены и, не дай бог, какая-нибудь гражданская война, уже будет хорошо, что они будут жить здесь и наблюдать за всем со стороны. Я так понимаю, что это политически активные люди, может быть, они заинтересованы в будущем своей страны. В конце концов, никто держать здесь их не будет. Пройдет время, и если они не смогут адаптироваться, не смогут выучить язык, им будет здесь, может быть, скучно, как мне кто-то написал, они всегда могут вернуться в свою веселую страну. Но я очень надеюсь, что у них хватит терпения, и хотя бы ради своих детей они проделают этот сложный путь интеграции и останутся здесь. Я хотел бы пожелать им от всей души удачи, ну а тем, кто на этом пути, я думаю, что это, наверное, самый мотивирующий ролик, показывающий, что все реально. Германия не настолько закрыта, и люди, приезжающие сюда со всего мира, те самые 3-4% из общего числа, давным-давно доказали фактом своего существования здесь, что это на самом деле так. Субтитры создавал DimaTorzok